Привет, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Буглов. И сегодня вместе с Сашулей. Привет, Сашуля. Привет. И Лёха. Привет, Лёха. Да, привет. Да, очень Лёха. Такой Лёх. У Лёхи нас второй, и явно боевой, да, вы можете прочувствовать по интонации, да? Вот. У нас сегодня очередной FM, как это даже назвать-то, я не знаю. Как это правильно назвать? Соревнование футбол-менеджера на сей раз уже такое достаточно серьезное. Это так называемая битва континентов. Автор идеи наш Сашуля, который по этой части большой специалист. И в группе ВКонтакте наверняка вы все видели голосование, да? По возможному прогнозу. И я думаю, что по этому голосованию уже все догадались, собственно, что за команды у нас будут принимать участие в этом челлендже, вернее, в этом соревновании, да? Это континенты, ну или условно, скажем так, разделенные регионы, которые, как я понимаю, да, лучшие игроки. Они такие исторические регионы, скорее, да. Да, ну, лучше, там лучшие футболисты, правильно я понимаю, на текущий момент, вот они будут выступать за свои регионы. Ага. Вот. Значит, следующие регионы представлены Южная Америка, ну, как я понимаю, что здесь ничего сложного. Это Аргентина, Бразилия, Чили, Перу. Ну, там, я думаю, что большинство игроков будут именно Аргентину и Бразилию представить. Ну, сложнее в Европе было, определить, кто за кого. Дальше идем. Западная Европа, чтобы сейчас прояснить. Западная Европа, это кто, Франция? Сейчас я открою карту, подожди, точно скажу. Да, ну, тут такие границы достаточно интересные. Вот Германия, Западная Европа, это что-то, литеральная? Да, Западная Европа, насколько я понимаю, Португалия, Испания и Франция, вот. Подожди, подожди, ничего себе ты даешь, блин. А, Южная Европа, Испания, что ли, не Южная Европа? Ты даешь, блин. Не, ну, Западная Европа, это все-таки Англия, ой, вернее, это все-таки Франция. Мне пойти поменять, что ли? Не, ну. Ну, ты Европу немножко покрутил, вот так вот. Не, ну, я понимаю, что Западная, но, мне кажется, все-таки Португалия, Испания, Италия, Греция, вот это Южная Европа все-таки. Нет, ну, Южная, в Южной оказались Греция, Турция, Болгария, там, Албания, Кипр, Израиль. Я бы на твоем месте Турцию в Азию отправил, а то потому что Азиаты самая слабая команда, получается, потому что... Ну, турки всегда были европейцами. Чего? 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 Кто был европейцами? Ты турков видел хоть раз, вот, европейцам, да? Их Евросоюз не берут уже, там, они не знают, что делать. Полуостров, знаешь, как называется, где Турция расположена? М? Сашуля. Тут турецкий. Малая Азия он называется, чтоб ты знал. И... Ну, его... Не, ну, в футболе Турция это... В футболе это может быть и Европа, но просто с точки зрения турнирного интереса, да, турки, турки, я думаю, что было бы уместно их к Азиатам отправить, чтобы Челхан Аглу хоть где-то играл, блин, понимаешь? Вот, ну, ладно, прояснили, да, Западная Европа, хорошо, у нас будет Испания и Португалия в Западной Европе, но это, конечно, немножечко, как мне кажется, выбивается из общей картины. Центральная Европа, я думаю, что это Германия, да, Центральная Европа у нас кто? Ну, Германия, там, Чехия, Словакия, Польша, скорее всего, да, или Восточная Европа у тебя есть отдельно? А, Восточная есть отдельно, вот там Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия. Красавец, Саев, спасибо. А, Центральная это Германия, Италия, Швейцария и Астрия. Чего? Италия, Центральная Европа? Ну, это же Южная Европа, ты что за шумля? Ну, ты не так делил. Ну, как я не так делил, Южная Европа это Испания, Потугалия, Италия и Греция по большому-то счету. А Центральная Европа я бы все-таки не делил, Западная, там, Центральная, все-таки Германия, Франция, это как один регион я бы брал. Ну, ладно, в общем, суть и дело это не меняет. Дальше идем, экс-СССР, ну, это понятно, все государства, входившие в состав Советского Союза, Африка, тоже понятно, без разночтений. Африка вообще классная, если всех африканцев собрать, они вообще всех надерут. Ну, Леха уже мечтает об этой сборной, Влад Андреенко, спасибо за полное. Вот у нас Мия пришла в чате, привет, Мия. Привет отдельный, да. С 8 марта, Мия. Я думаю, что Леха сейчас с тобой будет разговаривать. Поздравьте все Мии с 8 марта, ну-ка, быстро. Так, Леми, что-то к двору, спасибо за фуловинг. Дальше идем, дальше идем. Азия, вот мне интересно, по Азии, а что у тебя там, кроме японцев, кто великий азиатский футболист? Ну, в Азию еще вошли австралийцы и новозеландцы. Ну, а что там, много великих футболистов, что ли? Ну, еще корейцы есть, есть парочка там. Я уже знаю, какая команда мне выпадет, с которой я буду проигрывать, понимаешь? Да, 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 я чувствую Азию. Потому что, я не знаю, это будет какой-то кошмар, но это самая слабая, наверное, команда. Ну, возможно, Азия слабовата, да. Не, ну что, много хороших же есть азиатов, которые в Англии и в Германии играют. Да, Ливан Кеноби, спасибо за флорин. Не, подожди. Ну, а Ливан Кеноби, ух ты, какие иллюзии. Ты, ты, ты сравни, ты сравни, знаешь, западную Европу с испанцами и португальцами, да, и Азию свою, где у тебя будут японцы бегать, да, понимаешь? И корейцы, сильные корейцы, там, понимаешь, пара корейцев есть, может быть? Вот. И все, и что ты с ними выиграешь? Еще, скажи, Саудовская Аравия, там, выдающиеся футболисты есть. Вот, так что... Ну, как повезет, не все команды одинаковые цены. Вот, мне кажется, Великобритания тоже довольно слабая получилась. Амия, тоже спасибо за флорин, хоть еще у нас 8 марта. Вот, дальше идем. Что Британия, ты говоришь? Ну, там тоже довольно слабая, но кроме Англии тут немножко... Ну, подожди, там Валийцы сильные. Валийцы тоже сильные. Ты одного Бэлла представил. Я еще обычный рану добавил. На Эльхуэт, спасибо за 100 рублей. А Хуэт, он будет, наверное, во Франции выступать. То есть, это что у нас, Западная Европа, да, будет считаться? Что, кто? Франция, Западная Европа. Да. Высоты Франция, Испания, Португалия. Это уже... Хорошая команда. Хорошая команда. Пагба, Роналду, да, и плюс все испанцы. Ну, что я скажу. Я сделал два прогона. Западная Европа ни разу не победила. Так что... Ну, знаешь, это от тренера зависит. Дальше идем. Подожди, а кто у нас тренер, сейчас скажу. В Западной Европе тренер... Арсен Венгер. Да пора у тебя четвертое место и занимает. Понимаешь? Венгер, он из любой команды арсенал лепить начинает. Он, знаешь, как это... Так что, ничего страшного. Да, там к нему приводят игроков. Он говорит, это слишком старый. Сколько лет? Двадцать четыре. Все, пошел. Уже тоже старый. Сколько лет? Шестнадцать. Вот пойдешь в основу. Будешь костяком в моей команде. Вот так вот будет играть. Подожди, но это пятерка однозначно. Красавец. Егор Ви Эсфи. Спасибо за 15 рублей на развитие. Дальше идем. Югославия. Ну, там у нас, понятно, Селбия, Хорватия, Босния, Албания, Македония, да, что там все происходит? Албания, нет. Она никогда не была в Югославии, насколько я понимаю. Но остальные есть. Черногория, Хорватия, да. Есть Словения, Дословения. Но я специально читал Википедию, стал очень умным и узнал, кто был раньше в Югославии. Македония, например. Ну, вот так. Не, подожди, но это пятерка однозначно. Красавец. Жезуш, спасибо за 90 рублей. Значит, дальше идем. Люди, не издевайтесь над МИИ. Дальше идем. Скандинавия. Скандинавия. Дальше идем. Тоже понятно, по идее. Ну да, тут Нордвегия, Северная Америка, США, Канада и Мексика. Ну да, тут Нордвегия, Северная Америка, США, Канада и Мексика. Так что, довольно интересный футбол. Так, ну Южная Европа, понятно, мы уже обсудили. Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Ну, Люксембург, к сожалению, Люксембург не был представлен. Да, Лихтенштейн тоже. Это дискриминация, понимаешь. Ну, Лихтенштейна тут и нет, не было никогда. И Восточная Европа, тоже довольно слабенькая команда. Польша, Румыния, что там еще? Вот ты думаешь, что Савинька на одном из прогонов эта команда второе место заняла? Ну, знаешь, дело случая. Ну, вот, и у нас, как вы догадались... Мало у кого есть Ливандовский в атаке. Ну, знаешь. И чех на ворота. Как вы догадались по колечку, которую вы сейчас видите, мы сейчас будем определять, кому какая команда достанется. Нас трое, я напоминаю, я, Сашуля и Леха. Да, ну, Леха надеется просто, что это все быстрее закончится, да? Вот. И, в общем, я очень много говорил, потому что мои, значит, коллеги сегодня молчат, Сашуля, расскажи про колесо. Тут, помимо всех вариантов, есть еще какие-то дополнительные. Тринадцать команд. Да, и мы еще решили включить четыре других пункта. Это, что я выбираю команду для того, кто, как бы, крутил колесо. Леха, Эмиль, то есть, не Эмиль, там Александр Иксович стоит. Правильно, что поправился. Я уже был готов с тобой один раз поговорить. И четвертый вариант, самый интересный для Чатика, наверное, будет, что Чатик выбирает команду. То есть, мы отдельный опрос создадим, и Чатик проголосует, кому, какую команду. То есть, не кому какую команду, а какую команду конкретному человеку, за которого Александр Иксович крутил колесо. Вот так. Значит, теперь по очередности. Кто первый, кто второй, кто третий? А, неважно. Ну, давайте, смотрите, как. Последний раз пенсионеры заняли последнее место, да? Соответственно, Сашулина команда была второй, да, и Лехина команда была первой. Поэтому, по законам драфта, наверное, как обычно, я буду первым. Дальше Сашуля, дальше Леха. Я думаю, что никто не против. Все голосуем за Азию, да? Так, ну, давайте, я, в общем, кручу. Кручу, я что забыть хочу. Не, подожди, я сейчас уже для себя выбираю. Леха, ты тут вообще? Егор, спасибо большое за фуловинг. Так, и Центральная Европа для Александра Вихторовича. Центральная Европа. Ну-ка, напомни, что там за страны у тебя? Ого, Центральная Европа. Давай. Там Германия, Италия, Швейцария. Слушай, а мне надо было селую Германию убрать, или это не важно? Нет, не важно. А, ну, не важно, хорошо. Швейцария, Австрия. То есть, опять австрицы? Ну, мои австрицы, да, ну, плюс немцы, плюс немцы. Ну, я думаю, что можно с этим что-то слепить. Достаточно неплохая сборная должна быть. Центральная Европа. Это пятерка, я выбором доволен. По крайней мере, ну, знаешь, не худшая сборная, которая только могла быть. Дальше у нас выбираем... Я думаю, это же одна из лучших. Ну, да, выбираем Сашуля, команду. Хотя, может, ты немножко скучноватая, всего четыре сборных. Скажи, когда мне остановить. Останови. Так, ну, давай. Азиан. Опять центральная Европа. Ну, значит, перебрасываем. И вдвоем будем за нее. Да, за нее. Вдвоем будем тренироваться. Нет, этого... Воборозу, воборозу будет говорить. Понятно? Пенальти, пенальти. Так, ну, давайте. Перебрасываем. Еще скажи, когда остановить. Стоп. Что? Что, понял, да? Нет. Понял. Не Азия же, нет? Ну, любая другая, ну, только не Азия. Ну, я сейчас на настроение посмотрю. Посотри, посотри. Так, 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 смотрю. И выпадает... Ёкарный бабай. А вот так, понял, да, теперь мои чувства? Ветераны, пенсионеры. Я какой-то турков бы хоть себе отправил. Я за такое еще думал... Блин, Азия единственная команда, где я не всех игроков знаю. Вот так, вот так, вот так. Я за таких еще классных набрал себе. Есть чувак из Бахрейна. Из Бах... Вот будешь чуваком из Бахрейна выигрывать. Из Амана. Удивиловать чемпионат. Из Ирака, из Объединенных Арабских Эмиратов, из Катара, из Саудовской Аравии. Ну, в общем, много интересных игроков тут есть. Леха, самое страшное позади. Что ты чувствуешь? Крути, барабан. А ты бы какую команду хотел? Да, мне без разницы. Скажи, когда остановить. Издевается, по-моему. Типа не слышал, но попался. А я буду крутить. Мне-то что? Я прошел, давай тормозить. Ну, давай. Северная Америка. Ну, давайте выбираем команды. У нас двух довольно слабые команды. У Александра Ильича сильная. Ну, я постараюсь выиграть, да. Жалко, что никто из СССР не взял там. Клевая, Тима. Ну, у Минлюкса, понятное дело, что бельгийцы и голландцы, ничего интересного. Вот, кстати говоря, азиаты, Сашулина. Но вы их все равно не знаете никого. Вот, например... Все знают, что... Хонг Джон Хо, кореец. Это не тот же, который Игорь забил. Хотя, там их не отличить, понимаешь? Эммерсон Шейк. Кто это такой? Ирина Шейк, но страшный, как этот. Бразильец, который получил гражданство Катара. Да, да. Знаешь, мне такой таджик ремонт делал в прошлом месяце. Они почти все в Европе играют. В Европе играют, да. Гастарбайтер. Абдулла Амар, вот я тоже. Бахрейнец, конечно. Коренной причем. Только верблюда под ним не хватает. Супер команда у Сашули. Я так и знал, что кому-нибудь она выпадет. Нет, я еще пойду и чемпионов стану. Центральная Европа. Вот это моя команда. У меня Озел, Ройс, Мюллер. Мюллер, я рад с ним поработать. Араудотер, понимаешь? Маркизио, Кросс, Геоцер, Алаба, Гюндаган, Батенг, Верати, Хумельс, Бануччи, Кондрева, Ноэр. Макс Крузе, Росси, Шакириш, Ванштангер, Дероси. Потому что у меня есть Росси и Дероси. Уже хорошо. И Буфон. Я не знаю, кого мне ставить. Нойра или Буфона. Ну, только сбалансирована очень команда. Восточная Европа. Ну, тоже довольно-таки интересная. Но в целом слабая. То есть, Левандовский, Гамшик, Крыховяк, Чех. И на этом звезды кончились. Дальше идут Шкател, Дорида, Блочековский, Глик. Ну, это уже совершенно другой уровень. И, ну, знаешь, румыны престарелые. Типа развана рация. Это уже не то немножко. Сборная Британии. Ну, тут, понятное дело, Бейл, Руни, Стерлинг на первых ролях. И тренер у них Сэм Алардайз. Кстати, у Восточной Европы тренер Митча Луческу. У Центральной Европы сейчас Ятвили. Бенелюкс Вангал. Эстонец наш, Великий Боярский, возглавил Азиатов. Так, у Африканцев Вижнал. Югославия Михайлович. Синиша. Западная Европа Асен Вингер. Сборная СССР. Нашел тоже мне тренера. Понимаешь, у сборной СССР даже тренера нет, считай. Потом Южный Волл. В Азии был тренер Бердыев, но я его сместил. Да. Гюнеш Южный Волл потренирует. Турак. И Тюран там на главных. Лучше бы все турков бы взял. Тюраном бы поиграл. Диего Симеона Южноамериканцев тренирует. Скандинавов Нильс Андре Эгген. Так. Северная Америка. Чего я тут забыл? А кто это? И я такого тренера что-то не знаю. Кто там? Это Леха. У которого оранжевые круги под глазами, понимаешь. Просто кошмар напьет. Африканец еще. Понимаешь, он говорит, я цар. Видишь, национальность цар. Чего я тут забыл? Великолепный специалист. Чего я тут забыл? Скандинавов. Ну, в основном, знаешь, такие вот. Американцев мало. Но я думаю, что Леха их будет двигать. У него будет Гьюзен, основной вратарь. Тимоти Чандлер будет выступать. Я больше чем уверен, но он его поставит. Говорит, потому что Чандлер в баскетбол хорошо играет. Поэтому я, говорит, его поставлю. Дальше идем. Вот как раз Великобритания. Там Аландайс. Мы уже его прошли. Ну, и по Скандинавам. Лучший у них Златан Ибрагимович. Но у них есть и Эриксон, и Систа. То есть, тоже такая команда неплохая у Скандинавов. Очень перспективная, сильная. Южная Америка. Понятное дело, это вообще команда, знаешь, мечты по атаке. Точно. Месси, Неймар, Суарес, Агуэра. Сложно будет им что-то поставить. Да, они там будут путаться друг с другом. Слишком сильная атака. Да, Южная Европа. Ты сделал ее, конечно, какой-то странной. По большому счету, команда, сборная гастарбайтеров и греков безработных. Все. Турки и греки. Теперь надо было их всех в Восточную Европу выиграть. И вот сборная СССР. Ермоленко, Коноплянка, Мхитарьян, Хачериди, Ракинский. Челышев, Пятов, Зазуля, Степаненко. Ну, дальше знаете кто. Рагнар Клаун есть, между прочим. Да, лучший эстонский защитник, входящий в топ центральных защитников РФПЛ. Юра Жирков попал, Вася Березуцкий. В общем, вот такой вот состав. И сейчас у нас, значит, какая задача, да? Как я понимаю, нам сейчас нужно просимулировать товарищеские матчи. Дадим нашим ассистентам. А у меня вообще есть ассистент, давай-ка посмотрим. Ну да, вы там ассистентом назначите, чтобы они все делали за вас. 3-0, Шурле, и гол свои ворота. А Шурле два гола забил. Кокорин забил за СССР, открывайте бокалы шампанского. Так, восточная Европа, вот тут, конечно, кроме Ливандовского тоже никого нет. Достаточно слабая сборная. Сильно эта сборная? Да, с той же Восточной Европой, Сашуля, ты можешь брать очки. А мне Ливандовский пять голов забьет минимум. Ну, если ты скажешь, забивайте мне пять голов, то да, забьет. Вот, Ян Бук, пожалуйста, обыгрывать надо, Сашуля. Сейчас ничьё сыграет первый раз. Ну, давай, посмотри. Пока все обыгрывали, все участники нашего чемпионата. Ничьё, говорит, ничьё он, говорит, сыграет. Что, серьёзно, ничьё? Где это? В ничьё он сыграл, понимаешь? Это даже сейчас... А, я проиграл. Три-один, Сашуля, три-один. Ты каких, ты не тех корейцев набрал? Тебе вот забили Квон, Джон, Куюк и Рю Юн Кхит. Я надо было их сборную брать. Ну, давайте как-нибудь кто-нибудь первый. Давай ты первый, мы хоть хотим на Азию в деле посмотреть. Я не хочу. О, аку. Что ты не хочешь? Смотреть на Азию в деле. Ну, хорошо, только ты сам не играй, потом тебя посмотрим. Команда Африка, блин. Но Абамиянг при Лёхе плохо играл. Лёха. Так, брейми, фигули, осамоа, туре, сонг, гулям, матип, бинати, ньём, няма. Ньём-няма. Это как будто, знаешь, как... Ням-ням. Сидишь и ешь. Так, страстно нужно, страстно с азиатами так общаться. Удивите всех сегодня, давайте. Ну, не в смысле там выйдите глышком на поле. Азиаты, ты видел японские ток-шоу? У них там, значит, что они осьминога все на голову вываливают. Ты понимаешь, пукают друг другу в лицо. Это кошмар. Удивите всех сегодня. Ты осторожней, Сашуля, с такими высказываниями. Они люди, знаешь, с прыгалбахом. Сейчас... С осьминогами на голове не будут. Ладно, если на голове, понимаешь? Они могут осьминога, знаешь, откуда угодно достать. Так, ну ты матч мой включил? Да я включил, я жду, пока ты нажмёшь. Давай. Мы красненькие. У тебя мы тоже красненькие? У тебя... У меня вы красненькие, да. Хорошо. А вот эти голубенькие, понимаешь, против тебя. Вот так. Фаузи Гулам. Уже вырушил травм. А у них Морез статан. Понимаете, заработаем. Так. Морез? Нет, нет. Фигули и Брахимии у них на фланге. Странно, что они Мореза не выпустили статан. Морез да, в запасе. Брахимии. Ну, возможно, он травму получал, мы же не знаем. Бой. Фарк Джуху. Так, мне не нравится. Мне нужна статистика Африки. Африки. Здесь мне нужна статистика Азии. Да, все правильно. Я тоже немножко поменял. Ну, меня игнорит, я расстроен. Ну, все. Больше играете или нет? Вдолбал уже. Объясни. Я играю. Знаешь, мало того, что Леха болельщиц клеит. Так, а еще и Сашуля со своего стадиона ушел и пошел смотреть, как Леха клеит болельщиц на свою матч. Это пятерка. Ну, офсионалов нету. Вообще, все на мутку обижаются. Ну, это тоже интересно. Два речника, понимаешь? Тут говорят, тут он меньше двух с половиной, Сашуля играет. Что такая медленная скорость? А, ну, может, там не настроено? Ой, гол будет? Фух, отбил. А у меня еще и расширенный стоит. Может быть, мы ключевые поставим или как? У меня ключевые стоят. Ну, я не знаю, как хочешь. Подожди, я же определяю, какие стоят. Я определяю, чтоб ты знал. Даже в моем матче ты определяешь. Конечно. Я везде определяю. Химий, ну, шо такое? Леха, я тебе потом шепну, где Мия часто тусуется. На стримах УМЭДА. Так что... Регистрируйся. Кошмар. Кошмар. Так. Давайте сделаем результат. Кажется, мне пока нравится, как моя команда играет. Как? Сбалансировал. Ни одного своего игрока не можешь фамилию запомнить. Сон Хюн Мин. Сон Хюн Мин. Ну, давай. Ай-яй-яй. Иньям. Это еще не заеба Монде стоит. Я пытался как-нибудь этого Монде пропихнуть в сборную, но не приняли его. Это я ему сказал, не играть за них. Сашуля, мол, тебя порочит, да? Конечно. Юшино Рэму То. Сон Хюн Мин Ки Сун Гьонг. Ну, там я не успею. Всего игроки мирового масштаба, международные. Ну, слушай, африканцы, у них схема какая-то странная. Африка должна с форанами играть. Ну, Леха бы, наверное, зарешал за этими, за этими, за этих африканцев. Ух, ну, тут, в принципе, спасибо. Спасибо, Райан, вот это все. Хорошо, что есть астралийца. Хорошо, хоть есть не один узкоглазый, да, который видит мяч. И может его отбивать периодически. Так бы многие по сути. А если б турков бы сюда пригласил, то просто была бы сборная Турция, наверное. А так хоть какой-то колорит азиатский. Что это за болельщики ЦСКА-елки-палки? Где? Ну, видимо, на трибунах красные сидят в перемешку с синими. Ну, играют красные и синие, потому что... Так, мы сможем держать победу, если не будем опускать рук. Надеюсь, сидят и умные, не будут с руками вверх бегать. Знаешь, они тебя поняли сейчас. По разговорнику. Да, опустили руки. А я говорю, он не опускает. Вот этот тоже, Брахимий, молодец. Вау, раз и выбил, как тюлень, прояс, сметик. Так, 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 так. Ну что, 53 минуты продержался. Это, конечно, не пенсионер. Не, ну нормально, да. На ничейку. Может, рассчитываем. Леха, где ты там готов посидеть? В тюрьме. Кошмар. Я уже думал, на стримах у Мэдисон. Ничь, конечно. Кошмар. Парк Юху навешивает. О, гол. Сон Хюнг Мин. Сон Хюнг Мин. Вон, какой рыжий. Это Сколлс, этот, корейский. Не, ну все, мы теперь что делаем? Супер-пупер-деф. Тактика специальная у нас. Ну, знаешь, тут у африканцев тактика очень интересная. С пустым центром поля, где я, я должен все выигрывать. И с двумя какими-то непонятными нападаешь. Что тут за... Что за... Смотрите, вопросы в чатике. Ты давай тактику настраивай лучше, а не вопросы в чатике. Где уже как была шестьдесят первых минут, так и есть. Надо же общаться с аудиторией, ты ничего не понимаешь. Общается он с аудиторией. Тренер. Все нормально, ничего не происходит, как я люблю прям. Вот я мута хочу заменить, какой-то он стан. Какой-то он мутный, да. Будущего чемпиона АПЛ, да? Кто он там? Спасибо за фоллэн, Пантелеймон 21. Вот чейс-бор расстроился. 108 человек на FM, давно такого не было. Обычное дело. Бубнов стримит, ну... Че ты удивлен так? Бубнов, скажи... А шо, я хуже Базильюка, шо ли? Я не понял. Ник777, ЦСКА, спасибо за фоллэн. Наверное, один из тех фанатов, кто на трибунах сидит. Бубнов, между прочим, с прогрессивными идеями. Сашуля, ты забыл, что ли, нажать кнопочку play? Нет, стоит она, играется. Пускай потихоньку, Сашуля. Ожидание следующего опасного момента у меня написано. Ну, знаешь, с учетом твоей оборонительной тактики, следующего опасного момента не будет. Причем никогда. Вот они в Морлэзо выпустили все, Сашуля. До свидания. Упс, упс, упс. Может выпустить Хонду? Лучше... Лучше Хонду припаркуй в ворота. Да, сейчас припаркую Хонду. Хонду, конечно, выпадь. Вместо Кагавы, например. Это Никита Чуднов подписал, давай. Сашуля, какой же ты, а? Ну, чего? Ну, можно просто каждую минуту тыркать паузу. Дождя, как это получилось? У тебя что-то происходит, чтобы тут что-то менять, я не понимаю. Я куда-то не туда нажал. Не умею обращаться с игрой, да. Есть такое в тебе. Так, ну что? Африка отыграется? Или нет? Нет. Ну так, Азия обыгрывает Африку в первом же матче. Та-та-та-та-та-та-м. Нормально, нормально. Ну, сейчас мы статистику посмотрим. Я горожусь вашим выступлением. За три. Африканцы, тем не менее, лучше выглядели. И хотя по технико-тактическим действиям равенства, но больше сделали азиаты, да. Ну, чаще били африканцы, если по ним точнее были. То, думаю, что им бы, знаешь, было бы сложнее. И я пошел Лёху смотреть. И Лёха, да, давай, Лёха, пускай потихоньку. Уже что? Да. Ну, ладно. Говорили. Какие твои ставки на игру? Поражение. 2-3. 0-1-7. Великие. Говоришь, ты ставки. О, Ливандовский. Ну-ка. И бей сразу. Что вы думаете, от блогера, как котовый миг. А что я должен о нем говорить? Я о нем не думаю особо, понимаешь? У меня нету такой навязчивой идеи, чтобы думать о блогера. Креховяк. Чех. Ну, Петьке-то сложно будет забить, Лёха. У меня нет Месси. А, только у тебя есть американский Месси. Кто? Карлос Велла? Ну, а что, не Месси, что ли? Ну, первых, не американский, а мексиканец. Ну, это же Америка, континент какой. Северная Америка, понимаешь? Вот Велла, смотри какой перевод. Почему любимый игрок Маши командный в запасе? Я про Клинта Дэмпси. Классный. Ожидается час. Вот так. До Сантоса. А, видишь, есть все-таки Месси. Школа Барселоны. Десятый номер. Начало пропустил. Турнир играется в один круг? Да, в один. До 12 туров. Бубнов бог-бог-бог-бог. А против кого я играю? Молодец. Великий специалист, потому что анализирует просто. На команду, что ли? Я не в курсе. Восточная Европа. А, это типа самая слабая сборная, да? Ну, как сказать. Тут есть Ливандовский, есть Чех. А что Ливандовский? Сильный те игрок, что ли? Гамшик есть, Джуджик российский. Мы в сборной Польши видели этих Ливандовских, понимаешь? Они там ничего не погодят. Блин, Джуджиковский, что ли? У тебя великий. Ну, короче, есть игроки с именами, но как команда, видимо, они не очень. Посмотрим. Вот, Джуджик. Джуджак. Молодец. Джуджак. Сравнил Анжи. Балаш сравнял. Все, что остается тренировать Лехи, это выдохнуть. Вот, в хусти есть в запасе. Можно выдохнуть. Вот, выдро есть. Губочан, ну, всякие такие. Ну, выдро-то да, выдро Леха особенно любит, помните, когда я его тренировал, там, царла Леху. Выдро забил через него, блин, я его проклинал, я говорю, ты за выдро это следи, не видел его даже. Выдро, да. Египтонис тут нам показывает, какие смайлики бывают. Вэлла, Мексико, ну вот Месси, я сговорил, я сговорил. А, а Пас Чичарита вообще никак, да? Пас Чичарита, это его еще Фергюсон. Когда Леха играет, это сразу тотал больше надо ставить. Леха, Фергюсон его еще научил, такие посылы там. Да, 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 это я его так научил. А Фергюсон... Посмотрите, два удара. Два удара, два ствола, это Фергюсон, да, научил? Охренеть. У Лехи реализация 200%. Но процент... Это кому? Чеху. Эрнандес. Охренеть. Там точно Чех воно так вот стоит. Три удара, три гола, еще хрустно. Игорь, мы тебя узнали, снимай с Ле. Нет, ну, представляешь, это худший матч в карьере Чеха. Он говорит, лучше о настоящем Месси мне давайте. Ну, тут, блин, жопов, смотришь. 3-2. Напомнил, что он существует. Ну, это Удик 14 ударов. Я говорил 2-3. 1-0-7. Да, еще будет 1-0-7. Потому что это только 40-ая минута идет, понимаешь? Уже 2-3. Владимира Дориду травмировал. Ну, шо, что так с Вовой? Может, выйдет какой-нибудь там, Поланский? Не выйдет, Леха не выпустит нас на поле. Встань с стеной на блок, потому что ты не выйдешь. Да. Ой-ой-ой-ой, что с тобой делать? Кто такой Эмилио Изагира, я даже не знаю. А, гондурасец как раз. Ну, один раз не гондурас. Команда интересная, конечно, в Лехе. Еще такая реализация мощная, я прям в шоке. Мы целым месяцем, целый матч колупались там, чтобы гол 1 забить. Сашуля, закинь, пожалуйста, пока в группу ВКонтакте в нашу. Что у нас турнир тут в разгаре, понимаешь? Самое время. Да, чтобы народ немножко, знаешь, как расшевелить. Чичарита врывается в штрафную. Ну, чех, чех, ну ты что, какой ты чех бы, елки-палки? Четыре удара, четыре гола. Петя, 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 опомнись. Между тем, главный тренер ушел на тайбуну окончательно. Ага. Ага. Чего не так-то? Я тут замены делаю. Замены он делаю. Я не очень грубо интересен. Ну ладно. Чего? Ну вот Телевандовский, великий, великий, великий форвард, в штангу попал с метра. Там даже Афиногенов бы забил. Сашуля, да, провокационно пошел в группе ВКонтакте. Ну я смайлик поставил. Смайлик ты поставил. У кого не отображается смайлик, понимаешь, они же ж обидятся. Ну да, Чеха там уже вообще сухаряна. Чеха сухарем. Ну они счастливы могут поставить в следующем матче. Несчастливы, я бы его так назвал. Вот Дэмси и Кэмпбелл вышли. Ну там Левандовский оценка 6,6. Сашуля, великий твой игрок, польский. Потому что он зависимый футболист на все 100%. Ну вот Гамшик, почему бы не давать пасы хорошие. Ну знаешь, ему же сыграться надо. Они друг друга не видели глаза. Ну ладно, ну раз такая слабая восточной Европе, я ее тоже победил. Да, вот она тебя взгреет как раз 8-0. Победил я. Победитель по жизни, Сашуля. О, я говорил, что Поланский выйдет вместо Дориды. Вот он и вышел. Просто дар предсказания. Да, так все предсказания, да. Вангард, что не играть за сборную восточной Европе? Она умерла. Ну а надо было поставить. У нас вообще футбол в СССР умер, а ты сборную целую ссорку. Так, ну что, пошли забивать пятый из пяти, что ли? Ой-ой-ой, там каточку надо было. А нет, так забьются. Ну Петер, ты будешь ловить или нет? Пять ударов в створ, пять пропущенных голов. Кажется, я играл за Мексику, да, насколько я помню? Чех. Он у меня в запасе сидел. Чех, оценка 6-4. 6-4. Уже 4-6 я бы ему поставил. Петя, Петя, Петя. Леха молодец. Ой. Посмотрите на Лехин подкартер. Да, это знаешь. А сейчас, похоже, будет шестой гол. Что-то уж точно. Если пенальти промахнешься, все, она не твоя. Ну, сердечко-то ёкнуло. Да, по 6. Ну 6 голов, 6 ударов, 6 голов. Представляешь, ну это просто Петя, Чех. Это действительно отличный подарок для Мии. Не каждый может позволить тебе. Да, тем более от Лехи. Так. Северная Америка и вышел. Некий Чири Чес. Влад Киришес. Или как его правильно? Чиришес. Чири, в общем, его так называют. Чири? Да, Чири. На мяком... Смотрите на Шкартелла, на защитника Великого Ливерпуля. 4,5 оценка. Леха, ты его подкупил. Признавайся. Кто ошибается? Вот он. Чири. Чех. Петя. Это изнасилование. Мия, я бы на твоем месте с Лехой бы никуда не ходил. Он знаешь, что творит. С шоподишем Петером Чехов. Двухметровым мужиком в шлеме танково. Понимаешь? Который из Сиби удара пропустил... Пропустил из Сиби удара в 7 голов. Потому что это у Чеха, наверное, в карьере, в жизни такого не было. Ему даже во дворе пару раз по лицу случайно попадали. Шкартелл 3 иди... Ну, понятно, на кого зарядил. Ливерпульца своего. Понимаешь? Подкараулил, говорит, Мартинка. Мне нужна какая-то своя помощь. Нет, смотри, 8 ударов. А, нет, 77. 3 и 9 Шкартелл. Видели такие оценки? 3 и 9. Леха даже FM поставил тройку. Понимаешь? Это не я поставил. Я это вообще единицу с минусом зарядил своего. Вот молодец. Молодец. Не пропадет. Ой, я в шоке. Это кошмар, Леха. Спасибо, блин. Что будет дальше? Что нас ожидает? Вот так. Слушайте, я с Лехой играть боюсь. Да, сохранится ли все? Я Нойера и Буфона вдвоем поставлю в ворота, за ручку будут стоять. Понимаешь? Ну, чтобы такого не было. Чех, 7 голов пропустить от Северной Америки. Он что, там скачал читовскую тактику, что ли? При которой фон вот пентатрики делает. Это Фергюсон научил. Нет, просто вся суть в том, что у меня есть игрок Лестера. Игрок Лестера и он у нашего Азиата есть. Я тоже у меня оказался. Он тоже выиграл уже. Да, он выиграл команду, когда тоже есть игрок Лестера. А, ну, это уже... Ну так, а у меня почему нет игроков Лестера, Сашуля? Точно нету? Нету. У тебя чемпионы мира есть. Чемпионы мира. Это тебе не Лестер. Лестер тасятся. Зависит. Чех, наверное, побить все рекорды Игоря. Рандон там в шоке. Рандон, ты, кстати, не попал в сборную в Северной Америке. Серьезная конкуренция там была. Мог бы сбаггать он, Сашуля. Ну что, Азия против Центральной Европы? Да. Это уже будет опаснее. Опаснее. За Южную Америку играть кто? Нет, они сами по себе. Что за турнир такой? Битва континентов? Да, выдающийся турнир. Не все континенты, конечно. Но мы бы хотели. Континент СССР, например. Ну, подожди. Континент и Голославия. Отличный кроссовец. Александр Викторович, вам на карточку. У Чеха сто процентов врага. Спасибо, Гиз. Чеха сто процентов врага. Писал сообщение. Это сто процентов врага. Че здесь сообщение? Не, я нажимаю тут тоже. Сейчас, подождите, ребята. Тут у меня важная миссия. Тоже пишешь сообщение для МИ? Нет, я, слава богу, выставляю состав. Так, Макс Крузе. Макс Крузе. Мария Болотелли. Болотель. Болотелли, в принципе, может вполне, мне кажется, сыграть. Хотя тут... Спасибо за фолловинг, Рэйтига. Хотя тут... Так, подожди. Оттянутый... Лёха, что за подруб там у тебя? Ты понял, что я речь? Подруб? Да, подруб какой-то у тебя говорят. Ну, слышать такое от женщины как-то довольно странно, поэтому там может быть все, что угодно подразумеваться под словом подруг. Если честно. Поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ладно. Так, посмотрим суперматч Азия. Азия. 11 тысяч сезонных абонементов мы продали. Нормально. Ну, азиаты, знаешь, любят продавать. А, и, кстати, обращаю внимание, где мы играем. Я вставил всем оригинальные стадионы. Вот мы на Якогама стадиум, например, играем. Ну, знаешь как. У тебя, кажется, стадион Баварии? Что-то такое. Ну, я не удивлюсь. У меня половина игроков из Баварии. Да. Так, ну, мои игроки, конечно, физически не очень хорошо готовы. Мои тоже. У меня у всех по 60% там лидеров. Поэтому так непросто будет. Вот. Картинка виснет. А ты нажми паузу, и потом нажми снова play. Может быть, лучше. Фризы. Подождите, почему фризы? Что происходит? А может, нам дали качество? Нет, не дали. 130 человек на стриме качество не дали. Ну, у меня в этом... В ОБС не показывают, что фризы. Не показывают? Нет, 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 фризы. Уми, фризы. Леха, сделай что-нибудь. Что ты сидишь? Сашуля, опускай потихоньку. Думаешь, стоит, да? Пока мы друг с другом тут играем, ты можешь исправить фризы, я думаю. Приехать к ми, настроить интернет. У Сашули будет долгий матч, поэтому, знаешь, тут оборона будет перестраивать схему. Он истребителем построился. Балат Белли, у-у-у, Балат Белли. Я не против. А где вообще? А где в составе швейцарцев, скажи мне? Я зря их пихал. Ой, у меня святой негр с нимбом есть, тренер, но он мне ничего посоветовать не может. Он говорит, я не чувствую себя достаточно уверенно, чтобы дать какой-нибудь совет. Да ты что, это помостик. Я первый раз вижу, что помостик мне так говорил. Я, говорит, не знаю, что бы мне посоветовать. Я не уверен. У меня обезьяна какая-то сказала, что нужно маркизио прикрывать. Потому что обезьяна хотя бы в футболе немножко разбирается. А вот мои, к сожалению, не могут этим похвастаться. Ну что, идите, покажите все, что способны, я думаю. Начинаем матч. Да, подожди, начинатель. Сейчас я тоже поговорю с ребятами. Людим фанатам повод для радости. Но они ради болельщиков не хотят выкладываться, мои немцы. Ну, ухо, спать. Почасу моих игроков знают, твоих. Они там в Германии играют. О, как облуплено, знаю. Сейчас там Боатен, кому будет лупить. А хотя, да, и наоборот тоже, все твои знают, моих знают. Я слышал, что Леха пишет, что очередное сообщение гениальное. Гениальное. В моем стиле развивается матч. Ничего не происходит. Ну да, это мне не очень радует. Меня все устраивает. Почти 60% владения мячом против Центральной Европы. В общем, нормально. Ну что, ну я не играю в контроль мяча. Как ты можешь заметить. Мне даже статистика, а он двигается. Я вообще контр-атаку поставил. Ну, раз хотят, ладно, пусть владеют. Ну, знаешь, сейчас мы немножко изменим. Изменим. С чего фоллит-то делает уже 9 фолов против трех моих. 10 уже. А, хотя тут отсайды тоже зафоллит считается, кажется. О, Артура Видаль забил в Великобритании. Кошмар. Кошмар. Не, ну, блестящий первый тайм. Мне кажется, абсолютно селый матч. Какой гениальный, гениальнейший матч. Тактика работает на все 100%. Ну да, работает она у него на все 100%. А может быть, может быть, может быть, может быть. Немножко мне кое-что изменить. Так. Рой с меня вот не устраивает. Так. Вот так. И поехали. Где голы? Да какие голы? Я же играю, вы что? Голы это там вот Лехи. Ищите. Там на 5 матчей вперед он зовел. Тут не только голы, тут даже моментов нет. 50 минут, 0 моментов. Это так же главное. Ну, ничего, ничего. Сейчас будут те моменты. Я же говорил, Сашуре только слабые команды давать. Да, там Марлока. Вот эти вот. А он сильные команды сводит, наоборот. Не, ну, я вижу, что сильные и все. Я как-то расслабляюсь. А тут прям хочется выжать максимум. Момент пошел, смотрите. Кросс, Шурле, Маркизио, Алаба, Золотели, хорошо. Наконец-то моя центральная Европа хоть что-то сделала. Золотели, да вы что? Роналду бы помог точно. О, меня знает игрока по имени Роналду. Он играет в другой команде с названием Западная Европа. Болотели. Что говорит? Ну, Райан, слушай, тебя спасает. Немножко спасает. Конечно, хорошо иметь в команде Лама и Алабу. И это пятеркашники, однозначно. А я думаю, Лама в опорку поставишь? Не, в опорку не надо его ставить. Так. Ну, ладно, не будем Лехе мешать. А что он там? Общение. Общение, да? Так. И опять ничего не происходит, но нам теперь надо отыгрываться. Как-никак. Ну, давай посмотрим, что будет. Так, и Лукай Гюндаган вышел. Это же турок, отправь его в Азию как-то. Да, в Азию. А это европеец коренной. Ты такси. Всегда были европейцы, Абитутки. Где-то это... Сам ребенок Османской империи, да. И не на полуострове Малая Азия не находится, а на полуострове, на турецком полуострове. Вот, вот. Мне один знающий человек сказал. Наконец-то что-то... Такое логичное, я слышу. Так, так, больше вертикально. Леха, что в чатике творится? Кошвар. Смайл-абуз. Сейчас Леху забадим, понимаешь? За смайли. У ботов нет сердца. Вот так. Доказали, наконец-то, шуми, я бот. Ну, что вы так сразу? Так, нужен этот Аказаки. Где он, мои Аказаки? Я просто процитировал. Аказаки. Так, Лидон Гук нужен. Ну, все. Идем, идем забивать. Давай, забиваем. Надеюсь, на футбол, Сашуля. Футбол какой? Мы просто забьем без футбола. Нет, на, футбол ты забьешь. Так, ну, здесь нужна небольшая корректировка. Так, Джузеппо Роси, ну-ка. Вот это тот, кто нам нужен. Поехали. Немножко освежим наш состав. Где момент-то наш? Уже мало времени остается. Ну, сейчас Лам должен создать момент. Или вам что, второго нападающего, что ли, выпустить? Второго нападающего? Вот, Роси, хорошо. Вот это замена, понимаешь? Я прям как знал, что Джузеппо Роси себя проявит. Я его выпустил на замену. А что, вы играете против друг друга, что ли? Ну да, ты что? Красавец, понимаешь? Пятерка, Леха. Самый внимательный человек в мире. Так у него внимание в другую сторону направлено. Он там голы забивает. Чеха подкупил, понимаешь? Этого подкупил с картелой. Говорю, смотри, какой я герой. Лучший тренер. Там почетина отдыхает. Кажется, чатик тоже не очень в курсе, что происходит у нас в трене. Всем интересно, что в чатике происходит. Переживаю за их отношения больше, чем за свои. Блин, четыре удара против двадцати. Слишком серьезный соперник. Африканцы победили, и то хорошо. Ну, соперник, да. Ух, Сашуля, вы видели эту схему у Сашули? Помогите развидеть, потому что... Два нападающих? Два нападающих, три нападающих, и еще там десять этих. Еще десять? Эти? Эти? Десять этих. Ну, хорошо, я доволен футболом. Лучше друзей на стрим позовите, чтобы качество сменить. Вот я тоже считаю. Нет, нет друзей. И девушки теперь тоже. И девушки. Касается. Так. Южная Америка опять всех победила. Но по ударам, двадцать один удар против четырех. Это не смешно. Ну да, что-то британцы не очень... Бэйл даже не помогает. Ну, в Южной Америке, там знаешь, там Бэйл не поможет. Там... Страшно. Мы получаем... Ой, на них какие-то опорники сбивают. Где я там всякий Месси? Вот Дима Ретро Мир, он. Да, такая атака Сварес Месси, что... Приходится Гуэра на запасе сидеть, там, Каване. Всем таким. Так, ну что, нажимаем далее? Ой, а следующий Месси со скандинавами играю. Как раз Пятерова пообещал отгрузить. Скандинавы. Мия, если Лёха отгрузит Пятерова, ты пойдёшь с ним на свидание? Хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну я как бы помогаю другу, потому что... Ну я не знаю... Знаешь как, тут надо немножко друзей поддерживать. Надо по Пятерам судить? Ну подожди, он... Я тебе так скажу. Мужчины, которые слово не держат, да, это, знаешь, не уровень. Не уровень. А если он пообещал и что-то сделал, а то уже хорошо, это, я вам так скажу. И по опыту футбольному, вот, Восточная Европа, вот, Западная Европа, хорошо. Африканцы всем проигрывают. Ну вот, если мы сейчас... СССР не удалось... Держит обещание, то это высокий уровень. Так, дальше идём. Она думает, надеюсь, она уже сбежала от маньяка, Лёхе. Что, ответь, вот так. Вот она такая уже внимательная, как и Лёха. Вы просто сложно двигаетесь. Нет, я думаю, что она включила Лёху. Это можно так сказать. Итак, важный момент. Сможет ли Лёха хотя бы открузить пятёру, чтобы Мия ей подвинул? Так, надо подожди узнать, что она ответит сначала, а потом уже... Потом уже отгружать пятёру. Она включила вопрос, повторяй. Ну, пусть Александр Викторович повторяет. Если что, я на свидание с ним скажу, говорит Ярослав. Лёха, смотри, варианты появились. Я не войду с Ярославом. А с мостовым? А если... Пойду Лёха своего рота пятёрку. Ну и, понимаешь... Это... Дальше-то что? Придёт Лёха с мостовым придёт в инсталант. Сядут друг к нам полотём друга. Я говорю, ну, дайше-то что? Так. Если что, ждите инсайда со свидания, говорит Нобель. Но, если что, там, я думаю, после свидания, там инсайды будет делать. Да, она... К сожалению, уже ничего не ответит. Ну, вот, видишь как, я думаю, что это, знаешь, такое уклонение. Чтобы тебе привлечь внимание девушки, тебе нужно пятёрку отгрузить. Справишься? Нет. То есть, всё, ты сдаёшься? Нет. Сейчас, погоди. Что ты собираешься... Я предлагаю обратить внимание, какой классный состав у Скандинавии. Всё. Я начал грузить пятёрку. Ну, что, посмотрим. До Сантос. Так, кто в воротах? Этат. Смехель. Ну, игрок Лестера, между прочим. Да, блин, а зачем ты это сказал? Всё. Всё, Лёха, там у тебя ебалделави играет против тебя, Амар. Коренной скандинав, между прочим. А помните, какой клуб хотел пион эсиста купить? Тоже Лестер. Ну, пион эсиста. Тут, знаешь, тут тяжело будет, Лёха. Рома Ерёменко. Рома Ерёменко, чё с тем? Ты кого набрал? Посмотрите на состав Скандинавии. Великие игроки. Тут один златан стоит всей команды, Лёхи. Так, ну что, Лёха, ты тактику у Сашули взял, чтобы не забивать голы? Я расстроен просто её ответом. Поэтому всё. Не было же ответа никакого. Так вот, ты поэтому и расстроен. И пошёл яйца катать, 61% владения. Такое бывает, такое бывает. Ну, многие, да, этим занимаются. Конечно, в лоб, когда ты так спрашиваешь. Почему Венбул мне? Это вопрос не к Лёхе и не ко мне. Запас сидит. Не, подожди, но это пятёрка, однозначно. Красавица. Анжела Меркель. И Еременко. Тихо. Без пары не останется. Лёха, ты бы пошёл с Меркель в Европарламент. Наверное, нет. Ну, подожди, ну 100 рублей. Да нет. Ну, 100 рублей, Сверхи. Мау. Я Мии не изменяю. Так она, да. Даже несмотря на её безответную любовь. Ну, вот видишь, ты забил уже первый гол. Гондурасец забил. Один раз не Гондурас. Ну, а Саты? А, я показал, что в Скандинавии вообще никого не было, кроме батарея. О, смотри, ответил. Чё? Ну, видишь, это сразу ответ нет. Замаскированный. Замаскированный под невозможное, да? Ну, да. А мы сделаем в следующий раз, например, сборную испанской примеры и Лёхе дадим... А у меня как-то было Роналду и Месси в тиме. Правда, это ни к чему хорошему не пробило. Вишь, Мии нравятся такие серьёзные мужчины. Роналду, Месси, Илья Мэдисон и всё такое. Лёха, давай, пошути, пошути. Так. Северная Америка контролирует игру по полной программе. Шмейхель бедный крутится, как белка в колесе, но он всё-таки из Лестера. Что вы там про меня говорите, у меня Фриза. Фриза, у меня кажется, я секунды, ну ну. Не, ну. Может быть, правда, Фриза, ты же интернет не починил. Ну, посмотри, посмотрит записи, ничего страшного. Ты намёков не понимаешь, Лёха. Ты должен был уже ехать, чинить интернет. А ты тут, понимаешь, играешь с какими-то, так сказать... Лёха, вот ты делаешь там «мэ», вот это уже довольно правильно. Это интересное действие такое. Звук «мэ» почаще делал. Звук «мэ» почаще делал. Непонятно. Я бы стал читать «Булея», понимаете ли. Так, где Ибрагимович? Почему он не забивает голы? Где моменты, Лёха? Я расстроен, я же сказал. Всё, не будет никаких моментов. Ну, судя по всему, твои игроки, ты им тоже сказал. Не надо никаких моментов. Конечно, настрой тренера передаётся же игрокам. Это же так ясно всё. Слушай, Лёха грустный сидит, а Вэлла бежит, бежит, бежит. Говорит, она со мной пойдёт. Вот так, 2.0. Ну, а что, он немножко похож на таджика, но плечёшка-то хорошая. Всё очень плохо. Когда засылал от стрим? Другой раз, я так понимаю. Да, я тоже так думаю. Это уже я. Всем привет. Подожди, не твоё время. Так, поставил на место. Ну, а что, лезут, не профессионалы всякие? Тут должны только профессионалы работать. Так, ну что, 2.0. Северная Америка, Скандинавия тоже мне сосудит. Скандинавия такая сильная команда. Упадёшь. Ну, блин. Ну, Лёха сильнее, видимо. Ну, скандинавы хороши. Никуда я не подпишусь, всё. Ну, и тебя Мия просит, а ты отказываешь. Ну, как так вообще? Да всё, я расстроен. О, смотрите, Бербатов дубль оформил. Югусалов обыграл. Самое дорогое дерево в мире, да? На первом месте пока 2 Америки, северная и южная. Ну, вот так. Лёха-то старается, понимаешь? Неудачных дней ебалбелые. Белые. Ну, так. Ну, коренной, надо видеть. Как ебалбелые? Ебалбелые. А, ясно. Ну, я правильно читаю фамилию. Вот оно что. Особенно Уилкеса и Сванстангера. А я думал, что ты делал? Убубновое развеяние личности, иногда он думает, что он... ЧЕГО? ЧЕГО? Что ты предъяло, а? Вот это да. Ничего себе, твою. Так, ожидание. А ЧЕ Я ТУТ ЗАБЫЛ ОЖДАНИЕ? ЧЕ Я ТУТ ЗАБЫЛ? Давай. Тащи. А он, видишь, у него сердце разбито, он даже на кнопки не нажал. А раньше говорит, Сашуля, не нажал, поебайся, Викторович, нажимай. А сейчас, видишь, сам плачет где-то в уголочке. Вот женщины до чего доводят мужчин? Мне вот с женой повезло. Куда я не подпишусь без свидашек? Ну, Мия, ты модератор. Ради нового подписчика, мне кажется, нужно сходить на свидание. Тем более ранее такого, да. Такие, как Леха, на улице они валяются. Так, ну, тут у нас Южная Америка против Южной Европы. Ну, тут и турков разнесут с греками. Ну, Африка-то может выиграть, наконец-то. Ну, с Бенелюксом, знаешь. О, Манолас, вот это да. Манолас, да, Южная Америка. Вот это да. А, Манолас, защитник, что там происходило? Центральный защитник забивает. Смотри, ударный створ, один удар, как раз Маноласа. Красавец. Анжела, Лёшка, не грусти. Лёшка, не грусти, понял, да? Чего, чего, Анжелка? А ты посмотри, Анжелка, Ангелина для тебя, понимаешь? Анжелка, ты ещё, ты ещё, ты ещё не заслужил. А, Лёшка, не грусти, да, я. Вот, Лёшка, не грусти, но мне надо бежать. Дела, пойми, я в парламент, там. Так, сейчас, подожди, а я статистику хочу посмотреть. Вот. Не, ну, американцы опозрились как-то. Это слабейший командир. А неудачный гняв всё равно обобият, хоть его команда победила. Ладно. Ничем. Теперь на какое-то место вышла Южная Европа, а ты ещё турков хотел туда приплести. Давайте я играю, погнали. С британцами. О, там, там есть кто-то из Лестера, да, Варди там есть. Ну, знаешь, что, Лёха, ты справишься с Варди? Наверное. Неопределённость. Это привлекает женщин-мужчин. Таинственность и неопределённость. Лёха пошёл с новой стратегией. А может, неуверенность? Не, подожди, тут нужно разлететь. Ну, Варди в запасе сидит. Ну, Варди в запасе, шанс на победу большой. Рострее даже не Руни, а Старич. Вот она как. Ну, ты что, ты думаешь, они всем проигрывают? Старич, который, Лёха, там, по Ливерпулю не даст соврать, там, он калечится, как не знаю кто. Смотрите, тут как-то чередуют. Вот мне из англичан ещё на поле Бейл, Рэмзи, потом ирландец Маккарти и Шейму Сколман тоже ирландец. Справа защитила. Лёха, пускай потихоньку. Ну, я настраиваю. Свою команду на подвиги. Ну, тут же перехват пошёл в Велла. А есть ли смысл вообще победить? Лёха, ты теперь для себя осталось и победить? Нет, ни для кого, в общем. Ты весь таинственный мужчина. Это, я говорю, тактика иногда беспроигрышная. Я, наоборот, хочу проиграть. А что тебе это даст? Лёха, там, Ми-Ми, я уже другого призываю подписаться. Ведь так быстро я забыла. Так и я там же. Ветреные девушки. Так, Симус Колман. Ирландец. Почему я его Шейму Сколман назвал? Ну, я не знаю, почему Шейму Сколман нет. Нет, Джон Терриев тысяч четыре года играет. Вот кто с девушками умеет отношения стоить. О-о-о-о-о. Да, да. Старидж. Ну, тут, конечно, у него скилл, наверное, тварны 20. Чендлер. Чендлер, ну, Чендлер руками хорошо работает, он баскетболист. Все-таки, выбрасывает только так. Чендлер, еще его Тимоти зовут. Ух ты. Он, может, еще рэп читает. А они все такие. Кто-то только сначала играет в баскетбол, потом читает рэп. А кто-то, наоборот, сначала рэп читает. Если не застолстеет, играет в баскетбол. Танцы затащат, говорят. Я вот тоже думаю, не можешь же, Леха, все матчи выиграть. Да, не может. И тут же забивал. Блин, Рнадос как из пушки лупит. Да кого Фергеоса научил? Ну, че, я, че это за удары такие? Ну, вот хоть травмы. Только травмы могут помочь, Лехе, не повезите всех, кто-то правил. Да уж. Че я тут забыл, меняет тактику. Забавно написано. Я думаю, выйдет... Кто выйдет? Может, Брайан Руис? Не быть тебе тренером в Северной Америке. Ну, да. Игрок Карсенала тоже, наверное. Ну, Кэмпбелла Леха любят еще со времен... Со времен чемпионата мира последнего. Кэмпбелл. Ну, вот заброс, а ты. Да что это такое? Кэмпбелла не смог обработать. Старидж, чемпион мира среди инвалидов, побежал. Такой один момент, а вокруг пять. Американцев. Сей толпой они любят набегать. Сейчас будет гол. Не-е-е. Нет, повезло. О-о-о, Лебовский, привет. Гронг что, очень плохо, что ли было? Это должны быть лучшие воспоминания в твоей жизни. Так, я кажется, отвлекся. Ну, потому что Леха молчит, не рассказывает свои коварные планы, что он там задумал. Какие планы? О чем-то? Ну, рассказывай, как ты тут тренируешь. Руками, ногами. Ну, я думаю, что плохо. Тренируешься, если про Стерлингу. Леха, поменялся твое отношение к Стерлингу после того, как он ушел из Ливерпуля в Сити? Наверное. Не, обычно я должен на вопросы отвечать, понимаешь? Вот тебе до Сантоса за это покалечен. Ну, блин. Вот так. Ладно. Кажется, в облете FM... О! Видели это? Чего? Я не видел. Давай повтор. Как ты такое не видел? Что это было? Покажите это. Сейчас на стриме. Я на стриме посмотрю. А хоть на стриме, надеюсь, было видно. Это было очень тебе что-то. А что там было, ну-ка? Старец. Так, у меня еще только в 1-1 на стриме стало. Ну, жди дальше. У нас что-то на задержку 10 минут, что ли? Ну, я-то не обновляю стрим. У меня, естественно, задержка идет. Задержки, знаешь, не только у девушек. На Твиче тоже бывает. У. На какой минуте там хоть гол тот был? А вот сейчас будет. Ёлки-палкин, там голкипер, да. На 61-й. Красавец. Ну, и, по-моему, это гол. Нет? На вас. Сашуля что устроил? Я-то при чем? Я всех позвал сюда в гости у нас, сколько людей. Вот, у нас даже мстящий боксер уже за качество. Не, ну, потому что 8 марта, хотя, не знаю, обычно в рабочие дни, ну, не в России ждал рабочий, я так понимаю, сегодня. Не рабочий. Почему? Не в России. А, не в России рабочий, да. Ну, вот. По вечерам, рабочих дней, обычно даже 50 человек хватало, чтобы качество подвезли, а тут 113. Ну, у меня, видишь, выход из матча, кнопка не работает. А я обычно нажимаю на имя какого-нибудь человека, и все, нормально. У меня тут составы просто есть. Так у меня дальше теперь написано матч. Нажмите, чтобы вернуться в матч. Так, все, закончился матч, нужно далее нажать. Нет, выйти из матча только я могу нажать, а он не нажимается. Ну, куда-нибудь, все на матч, понимаешь? Вот так, Леха все сломал. Это, моя любовь, говорит, поломалась, так и пусть у вас игра все поломается. Это все, все работает. Ну, у меня кнопка выйти из матча не работает. Нажми другую. Какую? Давай пойду на стриме, посмотри. Ну, блин. Да. Поставь эти составы, чтобы... Так я могу выйти из матча, но у меня дальше кнопка «Далее» не работает. Нажми на какого-нибудь человека. Так, и что там? Матч? Так если нажать на матч... Тогда снова я зайду в матч, а там выйти из... Вот, все, сработало. А, это Леха должен был нажать, видимо. А? 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 Чего вам не нравится опять? Ну, ладно, тут Кокорин забил гол, но Манджуки забил два. Так, у нас следующая игра. На носу. А? 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 Ставь, делайте, опускайте потихоньку. Лаки тут говорят «пропали». Да их и не должно быть! Нам Леха уже хорошее вытры cosas на это и засов Bendita слишком. Ну, знаешь, это серьёзный шаг. Ну, надо же всё варианты перепробовать. Друг прокатит. Так ты сразу делай акцент на своих достоинствах, скажи, у меня на Рублевке осадняк, трехэтажный, стримы не лагают, они все у меня транслируются на десяти экранах, знаешь, с алмазным напылением. Блин, ну так и я к Лехе перееду. Порази сейчас этот Леха собаку, заведет питбуля, посадит на цепь и натаскает, понимаешь? У меня тоже есть собака, давайте, их подружим. У тебя какая собака, Сашуля? Хаски. Эстонская хаски. Да. Ты говоришь, иди, я тебе покушать принес, да, и спустя полдня она прибегает к... Это цитата из зеленого слойника, я тебе покушаю. А ты цитируешь, потому что она у тебя начитана. Так, ну что, последний матч на сегодня. Центральная Европа против Западной Вашбор. Охереть, пять месяцев. Что, пять месяцев? Да, выбыл у меня человек на пять месяцев. А что? Да, а как его зовут? Утренький, что ли? Негр какой-то. Да. Уважает своих. А кто у тебя был? А там негр какой-то выбыл. Сейчас я посмотрю. А. 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 Непонятно, ну ладно. Непонятно же. Непонятно же. Непонятно. А мы уже смотрим матч или еще нет? А. Я выпускаю, ребят. У нас матч идет какой-то. Сейчас начнется. Центральная Европа против Западной Европы. Матч довольно интересный. Так. А почему последний там? Ну а что? Ну вот Странная Европа сыграла всего один матч. У меня три. Ну сейчас второй сыграет. Ну так надо же ровное количество. Так у меня это будет второй. Смотрите-ка, Леха не хочет заканчивать стрим. Не фигай себе. А. Там не пофиг, ладно. А за это ты сказался, Шуля? Посмотрите, тут кто заинтересовался Хаски. Щенки будут, Паша? Да не у Лехи Хаски, а у меня Хаски. Да у меня тоже Хаски. Да нет у тебя Хаски. У меня опять Хаски. Нет Хаски, нет Вязки. Да, как шутят собаководы? Я могу потом фоточки показать про Хаски. С Хаски. Так, Месут Азил. Или Озил. Ты вообще, Шуля, обещал, что она будет в скайпе с нами? Ну, можно, можешь пригласить. Я. Ой, Бавателли, красавец. Что? Ого. Красавец. Вот это удара, как знал. Я Зил пас отдал, матч неважный, значит. Я просто постеснялся 8 марта приглашать в скайп. Постеснялся. На следующий раз приглашу, хорошо. Так что, приходите все на нас стрим, на следующий. Он будет на новом уровне. И Хаски тоже будет в скайпе. Да, Леха. Этого обещать не могу. Ой-ой-ой. По-моему, Хаски осуществить в скайпе гораздо проще, чем первый вариант. Да и как мы узнаем, по лаю Лехиной собаки Хаски, это обидно. Он может хоть этого, пуделя посадить. Или Валеру Каппина, который скажет. Ну и не докажешь, что он не Хаски. Газаева, может. Ой-ой-ой. Ну что это такое? Это калечат, а нацелен на Марио Балателли. Зачем он нужен? Выпускай и... Кого? Макса Крузе? Малудец. Да, да, у тебя Крузе же есть. Где он? Я не буду отвечать на этот вопрос. Это матерный будет. Ну, Крузе где, паш? В Крузе. В Крузе, да. Умельс. Батенг. Хороший пас. Кросс, Маркизио. Ну куда? Туда давай. Лам молодец. Исполняй. Бюллер. Балателли. Ну надо было забить. Все-таки травма дает о себе знать. Придется Марио немножко подлететь. Так, ну ладно. 1-0 пока мы впереди. Я скажу так, что... Тут Серафима, чем потом предлагают в Blood Bowl или Ватилу. Но я думаю, у кого-то уже очень поздно. Я даже знаю, у кого. Ну так что, не обижайтесь. А значит, Джузе Пороси выходи. Начинаем второй тайм. Блин, ну западная Европа, уж такая сильная команда. Ну, центральная Европа, уж аппарни, не промах, я тебе скажу. А где Роналду? Почему я его не вижу? А Роналду, это... Садмилова. Да я его травмировал, к себе команду хотел заточить вместе с Месси. Но он упирался усердно. А Месси жив? Да Месси пока еще не дошел. Меня тебе не простит, что Роналду травмировал. Да, он какой-то, не знаю, латентный. А Бадан Харри? Может быть, его в эту команду? Ей такой не нужен. Но он же лучше, чем Ронал. Он его может поднять, может еще что-нибудь с ним сделать. О, Роналду, ну вот ты отошел, а зря. Сейчас я тебе скажу, кто на Пираместе. Южная Европа на Пираместе. На втором Северная Америка Лехина. Представляешь? Вот, никто не ждал. Ну, это просто Александр Викторович еще не сыграл. Так, пора замену делать. Маркизио мне совершенно не нравится. Так, у нас есть Верати. Леха, это не хаски. Это какая-то страна. Тихо, не пали. Решил поубличить, бонзой, понимаешь? Собаковод со ста, заблин, эстонский, бонзой. Ну, просто у меня хаски, а ну, как выглядят хаски. Не пали, говорю. Все равно логи, она не слышит. Это Бобик. Скорее всего, выключила звук на стриме. Поэтому, ладно, пофиг. Жаль, Бэхана нет, говорит. Ну, да. Вот, Макс правильно пишет. Так, и мне пора замену делать. Кто мне не нравится? Мне не нравится, а, а то дать поиграть, конечно. Марокканский, как боксер. Человек, который какашки выкакивает, что ли. Боксирует с ними. Как боксер, но интересно. Профессия интересная. Только ему не говорите так в лицо. Меня тебе фейс-паун послало, видишь. Она тоже не верит, что это хаски. Жалко. Я думал, прокатит. Ну, ладно, вот. О, вот это больше похоже, кстати. Сихуаху хаски. Да, блин, она все слышит, оказывается. Ну, ладно. Тем временем, центральная Европа перекладина. Ну, и так убеждает. Ну, тут по технико-тактическим действиям мы, в принципе, были лучше. Правда... кто-то нашлось в чате, хаски. Хаски. Клуб собаководов, просто. Еноски даже есть. Еноски. Как особо полоску носки, да? Мия, у тебя есть смайлики на все случаи жизни. Покажи смайликов хаски. Вот. А то люди путаются. Так, ну что? Следующий матч у меня с Бенелюксом, я хочу сказать. Но, видимо, это будет на следующем стриме. Да, это будет на следующем стриме. Сейчас мы все нажмут. Леха... Леха сейчас нажмет. Ох, Скандинавия, смотрите-ка. 4-0. Но это Восточная Европа, разнесла. Ибрагимович долго терпел, тут выстрелил сразу 4 раза. 3 раза. Так, Балателли на 10 дней выбыл. Ну, это печально, но, в общем-то... В общем-то... Леха, сохраняй. Леха, сохраняй, да. Так что всем большое спасибо, кто был на стриме. Подписывайтесь, фоловите, да. Всем удачи. Всем до свидания.